Всем привет! Сегодня в этом обзоре я покажу еще одно приложение для андроида. В данном случае я пользуюсь андроидом. VPN Super, которое позволяет использовать VPN на вашем смартфоне, если вы хотите скрыть свой реальный IP. Смотрите, я только запустил, я впервые запускаю сейчас это приложение. Я специально его удалил и переустановил, чтобы вам показать, что здесь появляется. Когда я только запустил первый раз, ваша конфиденциальность важна. Я закрыл крестиком, видите, оно закрывает полностью это все. Если я нажму Accept and Continue, принять. Оно, конечно же, мне предлагает, вообще показывает, как сильно я могу сэкономить, если я заплачу. И не в примере другим приложением, на которое я делал обзор, обратите внимание, что тут всего лишь 3 дня пробного периода. Если в других приложениях дают хотя бы 7, то здесь 3 дня, потом вы не сможете пользоваться просто элементарно этим. И все. Нажимаю крестик, чтобы закрыть. И обратите внимание. Здесь, в принципе, по меню, которое на главном экране, оно более friendly. Такое себе, если брать в пример с другими приложениями. Самое быстрое место, видите, сверху показано, куда они готовы меня подключить. Fastest Location, Time Delay 29 миллисекунд. Все остальное, видите, тоже. Free, 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 free. Германия free, free, free. То, что бесплатно. И опять-таки, если брать, допустим, другие приложения, то здесь очень много серверов. Смотрите, как их много. Я листаю Сингапур, Мексика. Как много серверов, к которым можно бесплатно подключиться. Крайне много. То есть, я могу выбрать, по сути-то, любой из них. Понятное дело, стандартное сообщение появляется про то, чтобы разрешить. Выбрал, смотрите, и идет сразу же подключение. Не надо нажимать. Перейти к премиуму. Приватный браузер. Вот мой айпишник, показан сейчас, который здесь у меня при использовании этого VPN. Ауто. Смотрите, сейчас используется режим ауто. Хотите отключить? Ikei V2 подключить. Он отключает каждый раз, когда вы что-то меняете. И вы дальше можете уже все это менять. OpenVPN вы также можете использовать с UDP или OpenVPN с TCP. Но это тоже на ваше усмотрение, как вам удобно. Когда выбрали, просто включаете кнопку запуска, и он вас подключает. И каждый раз, когда он вас подключает, он вас вот сюда вот перенаправляет о статусе вашего подключения. Что говорит? Смотрите сверху, я покажу. Это вот покупки. Понятное дело, корона означает покупки. Геолокация. Тоже удобная штука. Не все позволяют эту штуку использовать. Но вам нужно зайти в Google. И вот он показывает широту, долготу. И вообще географически может на карте вам показать, где вы находитесь, согласно этой айпишке вашей. И здесь вы также можете заходить. Это такой себе браузер. То есть вы можете с помощью него, не заходя в Chrome, допустим, каким браузером вы пользуетесь, а прямо через эту, через эту приложуху зайти на любой сайт. Захожу в меню. В меню, смотрите, мне крупными желтыми буквами, желто-белыми предлагают перейти на премиум. Мой аккаунт. Довольно все здесь стандартно. Действует до восстановить. Тип бесплатный. Стандартный, но отличается от других приложений. Оценить нас, рассказать друзьям. Выберите приложение прокси-сервера. Использует прокси для всех приложений. Здесь вот удобно тоже, что вы можете выбрать, для каких использовать этот VPN. То есть можно использовать не для всех приложений, которые есть у вас на телефоне, на вашем смартфоне, а только для каких-то выбранных. Но это тоже на ваше усмотрение. Возвращаясь назад, о нас, ну, понятное дело, что это такое. Все. Подключено, когда закончили, отключить. И все. Все отключилось. Чем вот этот сервис и лучше, и хуже? Во-вторых, во-первых, начиная уже со вторых. Во-первых, лучше тем, что здесь больше функционала и возможностей, которые он предоставляет по переключениям, по подключениям, по менюшкам, потому что вы можете использовать, а что нет. Но минус в том, это во-вторых уже то, с чего я начал, что все-таки три дня всего лишь бесплатно. И по цене, давайте я вам покажу по ценам. По ценам, в принципе, не самое дорогое из того, что может быть. Поэтому вот так вот. Можно пользоваться, можно юзать. Приложуха, в принципе, очень адаптирована на потребителя, особенно на того, который не очень шарит вообще, что это такое, с чем его едят. Вот так вот. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся в следующем обзоре. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok